МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Это агентство специальных расследований, и я, Вячеслав Разбегаев. Мы продолжаем. В Европе скоро появятся дети неопределённого пола. Конституционный суд Германии разрешил родителям ставить прочерк в соответствующей графе свидетельства о рождении. И если бы только это, всё чаще можно услышать слова, мол, переводятся настоящие мужчины, становятся женственными и понемногу превращаются в средний пол. Неужели это правда? Выражение «третий пол» всё чаще мелькает в газетах и на телевидении. Под ним подразумевают то гермафродитов, имеющих и мужские, и женские черты, то андрогинов, людей со стёртыми половыми признаками. И второе происходит куда чаще. Рост метр восемьдесят три, грудь восемьдесят три, талия семьдесят четыре. Звучит, как обычная анкета топ-модели. С одним но. Звезда подиума, о которой идёт речь мужского пола. И зовут её или его Данила Поляков. Вглядитесь в этот тонкий профиль. Копну рыжих волос. Оцените виртуозное умение носить каблуки любой высоты. В мире моды уже давно никто не спорит. Данила Поляков – новый эталон красоты. Вот только мужской или женской? Я могу выглядеть вообще по-разному. Сын воспитательницы детского сада и малоизвестного художника, Поляков совершил настоящий переворот в мировой модной индустрии. Он не только породил толпу мальчиков-подражателей, красящих волосы в рыжий цвет. Он захватил место на подиуме во время женских показов. Я просто считаю, что человек универсален по своей природе. Если мужчина хочет выглядеть как женщина, или женщина, которая выглядит как мужчина, мне кажется, это абсолютно естественное развитие личности. Свобода. Свобода Данилы Полякова в том, чтобы открыто заявлять о своей бисексуальности и заменить джинсы на килт – традиционную шапанскую юбку. Я одел джинсы, вышел на улицу, и у меня был суперстресс. Прямо был суперстресс. Я у меня с ромового крышу, я понял, что мне в этой одежде неудобно. Я себя не чувствую в ней комфортно. Таких, как Данила Поляков, называют андрогинами. Они – чистые холсты, на которых можно нарисовать любой образ – и мужской, и женский. Об андрогинах писал еще Платон в своих диалогах. Философ считал их далекими предками людей, в которых сочетались признаки обоих полов. Подобно титанам, андрогины посигнули на власть богов. Тогда Зевс разделил их на половинки, лишив тем самым сокрушительной силы. Внешне андрогины Платона выглядели совсем не так, как современные. У них было круглое шаровидное тело, спина не отличалась от груди, рук и ног было по четыре. А на голове имелось два одинаковых лица, смотревших в разные стороны. Вот якобы эти половинки до сих пор пытаются сблизиться, найти друг друга, чтобы стать единым целым. Отсюда идет андрогинность. Что же движет людьми-андрогинами в наше время? Известный российский сексолог Евгений Кащенко полагает, андрогины – это прежде всего социальное явление. Вот отсюда как раз таки много, что идет в развитии человека, как личности, или психологические, или социокультурные. Основания для того, чтобы человека назвать представителем какого-либо другого поля. В Таиланде такое произошло с целой социальной группой. Появилось новое гендерное сообщество. Трансвеститов. Катаи, Леди Бой, Травести – так их называют в Таиланде. История тайских трансвеститов началась во время войны Америки с Вьетнамом. В 1962 году Таиланд предоставил США территорию под военную базу в бухте у рыбацкой деревушки Паттайя. И как только американские солдаты высадились на Сиамское побережье, в королевстве тут же стали расти и множатся публичные дома. Это всё социально обусловленное поведение, которое удовлетворяет те или иные потребности. Американские военные щедро платили девушкам по вызову. А у местных мужчин работы не было. И тогда бедняки стали договариваться с клубами «Гоу-Гоу». Если в семье рождался красивый мальчик, родители сознательно воспитывали из него девушку. Ребёнку давали женское имя и кормили гормональными препаратами. Сегодня в Таиланде целые кварталы трансвеститов. Когда ребёнок получает одностороннюю информацию или односторонний стереотип поведения, он начинает ему соответствовать. Что ж такое? Как депутат, так дегенерат. Сильнее, клянитесь! Кляёмся! 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 Ещё сильнее! Этот спектакль редко проходит без аншлагов. Публика всегда клюёт на клубничку, а здесь её с избытком. Действие происходит в Хабаре. Герои – партнёры в однополой семье. В одной из главных ролей – Александр Песков. Артист с неоднозначной репутацией. Карьеру он сделал на пародиях знаменитых певиц. Я носил знамёна всю жизнь свою в детстве и в отрочестве, в школе. И школьное знамя носил, и пионерское носил, и красиво вышагивал. И знаю, вот видите, посадка сразу руки. И я знаю, как это делать. Да, я полковник казачьих войск сегодня. Да, я стрелок в Таманской дивизии. Он рос в полной семье. Как и полагается советскому гражданину, отслужил в армии. У Александра, как у всех, появилась семья, родилась дочь. Что же произошло потом? Я первый мужчина в этом государстве, который сказал однажды, мужчины, ходите в какие-то там, я не знаю, салоны парикмахерские, но, пожалуйста, уважайте себя. И маникюр-педикюр – это очень важно для мужчин. Призывы Пескова легли на благодатную почву. К тому времени россияне пережили перестройку и гласность. Нравы в стране стали свободнее. Да почему мы должны кого-то отвергать и на кого-то там говорить? Ой, ты не так одет. Ой, ты не так пошел. Ой, у тебя покотка была. Ребята, мы разные. Мы разные. Давайте любить, какие мы есть. Известный стилист Влад Лисовец тоже в меру своих возможностей борется со стереотипами. Для показов мужской модной одежды он часто использует женские аксессуары. Очень часто мне приходится что-то брать из женского отдела для того, чтобы мужчина выглядел как-то, ну, хотя бы хоть как-то показать какую-то моду. Потому что в основном все черное, все обычное, все какое-то скромное. Внешний вид самого лесовца тоже работает на эту идею. Нормальный мужчина – это ухоженный. Это мужчина, которого хорошо пахнет, потому что мы живем уже в другое время. И слава богу, вот эти стандарты красоты шахтера, они уже немного ушли в прошлое. Физиогномист Олег Воеводин разработал собственную теорию популярных лиц. Он считает, время брутальных героев, вроде Шварценеггера или Сталлоне, уже позади. На данный момент я вижу действительно женственность в мужчинах и мужественность в женщинах. Объясню, почему. Мужчина не хочет, как бы, заниматься вот этими серьезными заботами, там, например, держать скот. Более актуальнее, как, не знаю, там, попрыгать, поскакать, завести толпу, да, вот такого плана. И при этом, кого любит толпа. Успехом у публики сейчас пользуются решительные и самостоятельные дамы, вроде Жанны Фриске и Анжелины Джоли. И женоподобные мужчины, такие, как Данила Полякова. Здесь идет такая, как бы, игра. Понятно, что у меня, ну, цвет волос, да. Понятно, что у меня рост. Понятно, что через меня прошло очень много видов одежды. Но у профессионалов свой взгляд. Секрет успеха Полякова они видят не столько в одежде или цвете волос, сколько в чертах лица. В эпоху компьютерных технологий и роботов лица унисекс людям приятнее и понятнее. Поэтому новые герои глянца Роберт Паттинсон и Джастин Бибер. Сергея Зверева взять, то мы видим с вами, что это опять же форма лица в воздух. И обратить внимание, что верхняя губа у него такая вот, она такая литая, как бы, вот. Это показывает некую женственность. Парадокс в том, что к мужественным женщинам обычно относятся терпимо. Есть заявка общества на подобное поведение. Создали там команду футбола женскую. Им же надо как-то тренироваться. А вот женственные мужчины, популярные в шоу-бизнесе, в реальности порой встречают отторжение. Вот у тебя красивый маникюр, да? И все восторгаются, и по телевидению там меня видят. Я считаю, что он не мужской. Это правда. Это мое личное мнение. Но это моя профессия, это моя работа. Пусть меня кто-то ругает и обзывает как угодно. И мне не важно это. Это какое-то такое странное явление, то есть, когда мужчины начинают красить себе ногти, как-то слегка тоже подкрашиваться, подрумяниваться, при том, что они не меняют сексуальной ориентации. Такое поведение, уверен журналист Артемий Троицкий, скорее всего, просто следствие агрессивной рекламы, которую используют косметические корпорации. Я думаю, что если третий пол и возникнет, то скорее всего, это будет психологическая установка, нежели физиологическая реальность. Так кто же на самом деле эти люди, которых причисляют к третьему полу? Может, просто жертва рекламы и любители апатажа? Вообще, вот сторонники гендерной теории говорят о том, что полов по меньшей мере пять. Кто-то уже говорит, что вообще ставить вопрос о том, какого человека пола, это нетолерантно, и даже появилось такое слово гендерофобия. Однако, официальная медицина ни третьего, ни какого-то другого пола не признаёт. Есть вот попытка в третий пол выделить все состояния, которые не подпадают поведенчески под чисто мужское, типовое женское поведение. Это случаи асексуализма, транссексуализма, трансвестизма, фетишизма, там и всех прочих парафилий. Но подобные попытки в учёных кругах никто не воспринимает серьёз. В медицине есть понятие гермафродит. Гермафродит, цингер, меса и афродиты. То есть, это существо, которое сочетает в себе мужские и женские половые признаки. Относиться к этому серьёзно не надо, как к любой мифологии. В сомнительных случаях, если такие случаи есть, как правило, ребёнок записывается за женским полом, потом, соответственно, производится уточнение диагноза, если необходима коррекция. В большинстве стран из гермафродитов сразу после рождения с помощью коррекции делают либо мужчину, либо женщину. Третье исключено. Недавно на одном из интернет-сайтов мне попалась на глаза любопытная дискуссия. Учёные спорили, сколько полов останется в будущем. Были и такие мнения, что понятие пола скоро вообще исчезнет. Например, когда изобретут бионического человека или начнут массово выпускать роботов. Лично я в этом вопросе придерживаюсь консервативной точки зрения. Есть два пола мужской и женский. И о чём бы ни говорили социологи, модные критики, создатели рекламы и прочие властители душ, природа всегда возьмёт своё. Субтитры создавал DimaTorzok